Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. Мы продолжаем вместе с вами изучать книгу Деяния Апостолов. У нас на очереди 13 глава, ее первая часть. В первом стихе этой части мы с вами читаем такие слова. В общине в Антиохии был пророк и учитель Барнамо, Шимон по прозвищу Черный, Луций из Киринеи, Менахим, воспитывавшийся вместе с правителем Иродом и Шаолем. Итак, мы видим с вами, что в первом стихе перечисляется несколько человек, которые являются наставниками антиохийской общины. Первым упоминается Барнамо. Мы с вами хорошо знаем, что это был один из апостолов и спутников Шаоля. Больше того, наверное, справедливо будет сказать, что на определенном этапе он, безусловно, был наставником апостола Шаоля. Дальше упоминается Шимон. В нашем переводе он называется черным, но это просто политкорректность, судя по всему. Почему? Потому что в греческом языке, так же, как и в синодальном переводе, стоит слово нигер. Независимо от этого, мы должны с вами сказать, что у него было еврейское имя, а это значит, что, скорее всего, речь идет о одном из потомков тех самых эфиопских евреев, которые были переселены туда. Мы уже с вами говорили о подобном явлении, когда изучали историю встречи Филиппа с Евнухом Эфиопляниным. Если кто-то захочет более подробно, я дам ссылочку в описании, дабы вы могли посмотреть этот урок. Дальше упоминается Луций из Керенеи. Вероятнее всего, это был один из тех людей, которые были на празднике Шавот, когда там начали проповедовать о Господе, присутствовал при сошествии Духа Святого, и тогда же он уверовал. Затем отправился в Антиохию, где, судя по всему, проживал, и присоединился к последователям Ешоа, к мессианской общине в Антиохии. Дальше упоминается Манаил. Поскольку это греческий язык, а не еврейский, то, скорее всего, речь идет об имени Менаим или Менахем. Мы с вами знаем, что здесь сказано, что он воспитывался вместе с правителем Иродом. Речь идет об Ироде четверовластнике. Интересно, что этого человека упоминает Иосиф Флавий в качестве приближенных к Ироду людей. В свою же очередь Ирод четверовластник, или Ирод Антипа, как его еще называют на страницах Нового Завета, был потомком того самого Ирода Великого, который получил свое прозвище за глобальные строительные проекты здесь, в земле обетованной, и отличился на страницах Нового Завета тем, что пытался уничтожить Ешоа, когда приказал убивать младенцев. Антипа отличился тем, что он взял в жены жену своего сводного брата, которая при всем при том еще была им обоим племянницей. Это вызвало достаточно жесткую реакцию со стороны иудеев, и мы с вами можем видеть на страницах Нового Завета, как, например, Йоханан Аматбель критикует его за это. Напомню для тех из вас, кто, может быть, не следил за нашими исследованиями, Йоханан Аматбель был двоюродным братом Ешоа, и в конечном счете именно Ирод Антипа убил его по требованию своей негодной жены. И последним в нашем списке упоминается Савл, так это в синодальном переводе, в нашем переводе это Шауль. Гораздо же важнее, на мой взгляд, здесь обратить внимание на тот факт, что, судя по тому, что мы читаем, Гуфа Машеях или Тело Иисуса едино на тот момент. На самом деле мы должны понимать, что разделения, которые пришли в общину верующих в Ешоа, начались тогда, когда там стало очень много уверовавших из язычников. Во втором стихе мы с вами читаем такие слова. Однажды, когда они поклонялись Господу и постили их, Руаха Кодыш сказал им, «Отделите мне Барнабу и Шауля для дела, которому я их призвал». Окончив пост и молитвы, они возложили на них руки и отправились в путь. В нашем тексте мы с вами прочитали, когда они поклонялись. На самом деле в греческом стоит слово «лейтургутнон», что может быть переведено как «служение», ибо оно использовалось по отношению к служению в храме или в синагоге, когда люди поклонялись Богу Живому. Здесь также упоминается пост, и на этот фактор тоже стоит обратить внимание, ибо два этих дела, поклонение или служение и пост, делают человека весьма чутким к действиям и словам Духа Святого, что, собственно говоря, здесь и произошло. Их отрядили на служение. По окончанию поста и молитвы мы прочитали, на них были возложены руки. Очень часто это действие мистифицируют, но я бы скорее смотрел на него с позиции традиционного иудаизма. Молитва с возложением рук достаточно распространена. Например, мы таким образом благословляем детей. Также оно используется при постановке или при направлении на служение. То есть вряд ли здесь есть место какой-то мистики. И таким образом мы с вами читаем, что Барнаба и Шауля отправились в первое миссионерское путешествие. На страницах Нового Завета мы видим описание четырех путешествий Шауля. Однако, возможно, их было больше, просто они не описаны. В пятом стихе мы с вами читаем вот какие слова. «Высадившись в Соломине, они начали провозглашать в синагогах Слово Божие, а Йоханан Марк помогал им». Итак, мы с вами читаем, что когда они пришли в Соломину, они прежде всего отправились в синагогу. Интересно, что несмотря на то, что призвание Шауля, и о чем он сам говорит многократно, было к язычникам, традиционно у него была одна и та же стратегия. Он приходил в город, если в городе были евреи, будь то синагога, будь то другое место, где евреи собирались, он прежде всего отправлялся к ним. Таким образом, он утверждал принцип, который выражает многократно в своих посланиях, во-первых, Иудею, а потом и Елену. Павел делал это не только словом, но и делом. Для многих из нас это очень важно. Почему? Потому что, по сути, именно такой принцип является руководствующим для нас в нашем сегодняшнем служении. Здесь упоминается Йоханнан Марк. На самом деле, в оригинале не стоит слова Марк. Посмотрите мой комментарий на предыдущую 12 главу. Вы поймете, о ком идет речь. В 6 стихе мы с вами читаем такие слова. «Таким образом они прошли через весь остров, добравшись до пафоса, и нашли там еврейского колдуна и лжепророка по имени Бар-Ешуа». Интересно, да? По сути, такое явление, как колдун или лжепророк, не должен бы существовать в еврейском народе. Его имя, может быть, переведено как «сын Ешуа», говорит нам о том, что, судя по всему, информация о Ешуа, о тех чудесах, которые он совершал в земле обетованной, разошлась по другим городам империи. И многие об этом уже слышали. Отчасти тот факт, что губернатор, руководитель местный, хотел встретиться с апостолами и послушать их проповедь, наверное, причиной тому и является тот факт, что до него слухи еще и о апостолах доходили. Так или иначе, мы с вами понимаем и видим в тексте, что этот колдун почувствовал угрозу со стороны учеников своему положению при губернаторе, и он всячески им сопротивлялся. Посему мы с вами читаем в девятом стихе и дальше вот какие слова. Тогда же Шауль, называемый Павлом, наполнившись Руаха Кодыш, пристально посмотрел на него и сказал, Шауль, называемый Павлом, приводится греческое имя Шауля. Действительно, гораздо больше на страницах Нового Завета мы с вами видим, что апостола называют Павлом. Может быть, в силу того, что его служение было в основном к язычникам. Однако мы предпочитаем называть его Шаулем. И на страницах, например, Еврейского Нового Завета его чаще всего называют Шаулем. Почему? Для нас очень важно, что Шауль не забывал о своем народе. Для нас очень важен тот факт, что Новый Завет, так же, как и Ветхий Завет, от первой до последней буквы написан евреем. Для нас очень важно, чтобы еврейский народ не чувствовал свою отделенность от Нового Завета. Мы верим, что только таким образом мы сможем доносить Евангелие еще о машеях до своего народа. Дальше мы с вами читаем, собственно, слова Шауля. «Сын Сатана, полный коварства и злости, враг всего доброго, прекратишь ли ты, когда-нибудь искривлять прямые пути Господа? Послушай же, рука Господа на тебе, и на какое-то время ты ослепнешь и не сможешь видеть солнце». В тот же миг туман и мгла окутала Элему, и он стал передвигаться ощупью, ища кого-нибудь, кто бы мог повести его за руку. «Тогда правитель, увидев, что произошло, поверил, изумившись учению о Господе». Мы с вами читаем о том, что Шауль сказал, что этот лжепророк не будет видеть света, не будет слеп, и это произошло. Но, на мой взгляд, здесь имеет место не только это действие. Почему? Мы с вами прочитали «В тот же миг туман и мгла окутали Элему». Для меня этот текст связывается с тем, что происходило в Египте, когда Господь послал 10 казней на Египет. Вы помните, там тоже имела место тьма. Вы помните наверняка, что Машера Бейну и Аарону противостояли колдуны фараона. Колдун получил подобное наказание. Но главное не это. Допустим, здесь речь не идет о двух чудесах. Не сильно я на этом настаиваю. Гораздо интереснее для меня другое. Собственно, эту мысль я многократно повторял в своих уроках. Мы с вами прочитали, что и правитель, увидев, что произошло, поверил, изумившись учению о Господе. Я много раз говорил, что у чудес Божьих всегда есть цель. На страницах Нового Завета чаще всего цель таких чудес – это вера. Очень часто человек оказывается в положении, когда он ищет Господа, когда он стремится к Нему, но ему чего-то не хватает. И тогда в его жизни Бог совершает чудеса, которые утверждают его в его вере. Собственно говоря, мы видим здесь именно эту картину. Правитель этого острова жаждал встретиться с апостолами. И когда он увидел, то это было последним толчком к его вере Господа и Спасителя Ишуа. В конце мы видим, что Йоханан покидает Шауля и Барнабу. И дальше мы с вами читаем в 14 стихе такие слова. А остальные отправились дальше из Пергии в Антиохию Писидийскую, в Шаббат вошли в Синагогу и сели. После чтения из Тары и Пророков руководители Синагоги послали передать им. Братья, если у кого из вас есть слово, наставление для людей, говорите. Для тех, кто не в курсе, хочу разъяснить, что традиционное служение в Синагоге имеет свою структуру, литургию. Обязательной частью этой литургии с древних времен было чтение текстов Торы и так называемой хавторы. Что такое хавтора? Хавтора – это тексты из пророков или писаний, которые соответствуют тому или иному разделу Торы. Дело в том, что когда во времена Антиохиха и Епифана еврейскому народу было запрещено читать Тору, то мудрецы придумали такой замечательный выход. Они подобрали под каждую недельную главу соответствующий текст из пророческих книг или из писаний, дабы восполнить эту нужду. И таким образом в тот период вместо Торы читалась хавтора. В дальнейшем, когда запрет на чтение Торы был отменен, мудрецы решили сохранить и то, и другое. То есть читалась и Тора, и привязанная к ней хавтора, то есть отрывок из пророков. Мы наблюдаем с вами это, например, в Новом Завете, когда Ешо приходит в Синагогу, и он там читает отрывок из пророка Исаии. Вы наверняка помните этот эпизод. Это как раз вот это явление про чтение Торы и хавторы. Дальше. В соответствии с литургической традицией, после чтения этого всего, было принято давать то, что называется драж. Это может быть переведено как толкование, но в принципе это могла быть и обычная проповедь. Все зависело от того, кто совершал этот драж. Поскольку пришедший в Синагогу Шаоль выглядел как фарисей, то есть перущим, а их знали как ревнительность закона и толкователей Торы, то ему, соответственно, было предложено, если у него есть такое слово, обратиться с ним к людям. Что, собственно говоря, он и сделал, но об этом мы с вами поговорим уже в другой раз, изучая продолжение этой главы. На этом у нас сегодня все. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, Машех. Амин. Амин.